Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник Очень Многодетной Мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях. Ну а также своих хороших и добрых зрителей хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши хорошие, веселые, добрые, смешные, интересные комментарии. Ну что, ребят, не выдержала душа поэта и Лёлька решила нам потихонечку приоткрывать вот эту завесу тайны. Показывать по кусочечку буквально свой день рождения, да. Ну а поберёте всё как всегда. Нет бы сразу выложить всё на свете, да, как говорится. Вот смотрите, как мы гуляем, как мы отдыхаем, да, чтобы зрители могли воочию, собственно, увидеть всё это дело. Ну а хомяки бы насладились бы этим моментом. Нет, теперь будут в час по чайной ложке выдавать, да, выдавать вот так вот, знаете, интрига-интриг. Хотя вот моё мнение, ребят, если честно, это свинство по отношению к Лёлькиным хомякам со стороны поберухи. Потому что они ей кидали на днюху денежки, кидали. Они ей давали денежки на ресторан, давали. Они дают ей денежки на всё, про всё дают, да, оплачивают все её хотелки, все дайте-подайте и так далее. Чего бы тебе не выложить, да, нормально фотографии, какой-то видос оттуда и так далее. Не знаю, может быть, пока я тут сижу с вами, общаюсь. Может быть, конечно, на ещё что-то выложит, понятия не имею. Но, друзья мои, первая её фотография в Телеграм-канале как раз-таки цветы крупным планом. Смотрите, сколько же, значит, мне там букетов надарили. Большой букет, большой букет хризантем. Но, если кто-то думал, что этот большой, самый большой, прибольшой букетик хризантем, друзья мои, от некого поклонника, от претендента на Лёлькину руку и сердце, то нет, нет, нет. Всё гораздо проще, друзья мои. Это букет от Лёшки Картошки. Лёшка Картошка выложил в своих социальных сетях у себя в Телеграм-канале. Как раз-таки он там стоит с этим огромным букетом, подписал с днём рождения, мамочка. Ну и, собственно, вопрос к зрителям, как вам такой букетик. Ну, понятное дело, Лёшку там начали расхваливать. Не, ничего не хочу сказать. Букет хороший, букет симпатичный. Понятное дело, Лёшка для матери всегда старается. Да, как бы, собственно, они, ну, моё мнение, да, я всегда об этом говорила, что в моём понимании они, собственно, и Лёлька ему помогает, и финансово, и сейчас их финансово поддерживает. Да, особенно тех, кто для неё очень сильно старается, да. Кормящая медалистка по каждому зову Лёлькиному всегда старается ехать к Лёльке на помощь. Это я про Женьку, про дочку Женю, да. Либо Лёлька может Женьке отдать кого-нибудь из детей на месяц-другой, так скажем, на передержку практически, да. Ну, а Лёшка-картошка тоже каждые выходные носится к Лёльке, помогает и с рекламами, и со всем на свете. Ну, в общем, я думаю, что там, конечно же, маман им помогает финансово. В общем, ладно, определились, да, с букетом. Нет, это не Грехин букет, это не букет Шурика. Друзья мои, это букет Лёшки-картошки. Ну, и Лёлька, Лёлька выкладывает свой очередной уже, значит, тоже пост, выкладывает там тоже, опять же, вот эти вот фотографии. Ой, фотографии, господи, что я несу. Выкладывает как раз-таки довольная, счастливая, вернее, сначала она стояла с этим Лёшкиным букетом, довольная, счастливая фотографировалась. Мол, посмотрите, какая я вся из себя красивая, раскрасавица, да как я с этим букетом. Честно хочу сказать, не закидывайте меня помидорами. Вот визуально Лёлька выглядела вот на этой фотографии с большим-большим букетом Лёшкиных хоризонтем. Лёлька выглядела хорошо. Нет, внешний вид мне её, как она была одета, мне вообще не понравилось. Это, знаете, из какого-то из поля и с моря всё собрано непонятно что. Я имею в виду вот её лицо, да, то ли она накрашена была как-то хорошо. Ну, как-то вот на фотографии она получилась прям нормально, да, обычно она прям получается как-то очень взрослой и так далее. А здесь видно было, что она была счастлива, что она была довольна, да. Ну, и, собственно, вот как-то получилось она на фотке абсолютно даже нормально. Светилась, я бы сказала, от счастья. Но, с другой стороны, ребят, ну, понятное дело, да. Ну, день рождения у человека, конечно же, он рад, он счастлив, да, и так далее, и тому подобное. Ну, и, кстати, выкладывает она, значит, сначала вот эти вот свои цветы, а потом выкладывает, да, цветы, и там ещё видно еду. Вот эту вот еду, которую из ресторана они привезли домой. И кто-то, значит, ну, там же пишут в комментариях, да, у неё в телеге. А букеты, мол, красивые, да-да, Олечка, так здорово, Лёшечка, у тебя такой молодец, букеты шикарные, букеты красивые. Одна пишет, букеты красивые, а в плошечках что? Ну, что-что хочется сказать. Остатки роскоши в плошечках, да. Ну, мне вообще интересно другое, не что там у неё в этих плошечках, да, как говорится, бог с ним. Это уж каждый, да, как говорится, каждому своё. Мне вот интересен другой момент, Лёль, ты там всех собрала в ресторане, да. Тебе хомяки донатили за донатили. Я надеюсь, ты детей-то хотя бы своих покормила. Дети-то хотя бы голодными не остались, мне просто очень даже интересно, да. Вот это самое главное. То, что Лёлька у нас голодной не останется, мы в этом даже нисколько не сомневаемся, да. Лёлька себе, как говорится, всегда пропитание найдёт. Себя Лёлька никогда, конечно же, не обделит. Не обделит, не обидит и так далее. А Лёлькины дети, надеюсь, голодными не ушли, потому что бедные и несчастные, они так всегда накидываются, когда сидят, да, и когда перед ними ставят какую-то еду. Очень надеюсь на то, что им тоже было нормально. Но, опять же, об этом, да, история умалчивает. Посмотрим, что там будет дальше. В общем, в моём, друзья мои, понимание, Лёлька поступила очень некрасиво. По крайней мере, сейчас, да, не выложив всё абсолютно в свободный доступ для своего электората. То получается как-то очень странно, да, игра в одни ворота. Они, значит, ей без конца там донатят на все хотелки её, в том числе и на рестораны, на день рождения, да. А она тут выдаёт в час по чайной ложке, мол, буду держать интригу, буду держать интригу, буду держать интригу. Вы знаете, вчера, когда вот она вышла на свой вот этот вот стрим, да, как раз-таки на свой стрим, и сидела и рассказывала, заплакала театрально, так всё это было, да, я так счастлива, я счастлива, потому что у меня есть вы, мои зрители, и она начала там рассказывать многие-многие моменты, и говорит, я так счастлива, ведь многие мои зрители, это, говорит, практически волонтёры, которые приезжают ко мне и не только дарят мне подарки, а ещё и делают мне ремонты, а ещё и помогают мне, а ещё и интересуются моей жизнью, жизнью моих детей и так далее. Она говорит, а я ведь тоже, я ведь тоже, говорит, очень часто получаю от моих зрителей какие-нибудь там, да, весточки, так скажем, да, они показывают мне, как они живут, они показывают мне фотографии своих детей, своих внуков. Это так интересно, кричала Лёлька вчера на стриме. Ребята, вот честно, мне так хотелось сказать, слушай, ну хватит уже свистеть, ну хватит уже лицемерить, да, потому что я прекрасно понимаю, что это неправда. Тебе твои собственные родные дети, которых ты родила, они тебе абсолютно неинтересны. А ты хочешь нам доказать, да, хочешь показать, что тебе интересны какие-то там дети и внуки, да, твоих вот этих вот хомячков. Да-да, говорит, я очень благодарна своим зрителям за то, что они готовы ехать ко мне и как волонтёры бесплатно, и помогать мне и с хозяйством, и с детьми, и со всеми на свете, и даже ещё и ремонты делать, и всё на свете. Это всё хорошо. Это всё прекрасно, да, то есть у меня вопрос на засыпку. А ты-то, Лёль, ради хотя бы какого-нибудь своего зрителя, даже ради тех зрителей, которые тебе уже стали, как ты говоришь, практически семьёй, да, близки тебе по духу и так далее, а ты-то ради кого-нибудь из них готова вот так вот в случае чего взять и приехать и помочь им, да, и сделать то же самое, только уже для кого-то другого. А я думаю, друзья мои, что нет. У Лёльки, опять же, да, всегда исключительно игра в одни ворота. Ей неинтересно, когда кто-то что-то у неё будет просить какой-то помощи. Она, знаете, тут же от этого человека отмахнётся, как от назойливой мухи. Вот Лёльке интересно только тогда, когда помощь нужна ей. И когда ей делают что-то, да, дают деньги, помогают, как-то ещё что-то, как-то где-то поддерживают, вот это Лёлечка любит. Потому что Лёлька у нас чистой воды потребитель, да, друзья мои, именно так, просто потребитель. И, конечно же, я прекрасно понимаю, даже если бы у неё там, знаете, была бы возможность кому-то приехать из своих бы горячо любимых зрителей, прям говорю про вот такое ближайшее, прям ближайшее окружение. Я уверена, она бы этого не сделала. Нет. Ну, если бы только её, знаете, пригласили, как вот она вспоминает сюда, некую свою зрительницу из Москвы, которая её пригласила, да, у которой там Лёлька жила, и когда там ездила рожать и туда и сюда, и как там было хорошо, её там приглашали и принимали, как там царскую особую, там, значит, и всё на свете там заказывали, и Лёлька была счастлива. А так, чтобы вот она поехала сама кому-то что-то помочь, да, оказать какую-то помощь, поддержку в том числе, да, моральную, финансовую поддержку, конечно, нет. Она на это не способна, естественно, нет. Вот даже вспомните ту же подружку её Наталью, да, я так понимаю, с этой Натальей они дружили не так долго, но Наталья ей очень помогала, её поддерживала. Для тех, кто не в курсе, Наталья как раз-таки со своим мужем, они встречали Лёльку из роддома, когда Лёлька как раз-таки родила Веронику. Там встречала её Лёшка-картошка, и Наташа встречала вместе со своим мужем Лёльку, да, то есть пришли по цветами, поддержали, молодцы такие, да, то есть Лёлька вышла как бы не одна, а всё-таки там была и подруга с мужем и так далее, плюс Наталья её очень поддерживала, когда у неё был этот момент, когда она там выгоняла Женю Бэй и так далее, да, но потом нашла Касана камень, потом Лёлька, видимо, там какие-то свои моменты, да, и, собственно, всё, дружба быстро их подошла к концу. То есть когда ей было интересно, когда она нуждалась в этой Наташе, она эту Наташу держала при себе. Как только надобность в Наташе пропала, всё, тут же и дружбе конец. Вот такие люди-потребители, да, к сожалению, это, как говорится, жизнь, и такое бывает. И вот вы знаете, поберуха, да, ей кто-то там вообще вчера на стриме написал, я вас смотрю с 8 лет, ребят, я в шоке, если честно, представляете, вот, да, вот так вот ребёнок сидит 8 лет, какой-то с 8 лет смотрит поберуху. Я не знаю, конечно, насколько это правда, хотя опять же, да, ведь некоторые родители не контролируют своих детей и не видят даже, что они там смотрят, да. Я просто в шоке, если бы вот ребёнок вот так вот смотрел поберуху с 8-летнего возраста, представляете, что там можно наслушаться, когда у неё все темы, да, аборты, неаборты, мужики-немужики, лесополоса, си-си-пи-си-ти-ти-ти и так далее. Мужики-мужики, одни сплошные мужики. Короче, дурдом, ромашка самый настоящий. Ну и, конечно же, Лёлька вчера на стриме сказала, что да, она верит в новые отношения, всё ещё может быть, верю, говорит, что могу ещё повстречать свою любовь. Слушайте, тоже, здравствуй, дерево, да, я бы сказала, то у неё постоянно показания меняются. То она говорит о том, что нет-нет-нет, мне никакой брак не нужен, да, мне никакая свадьба не нужна, то, значит, она говорит о том, что я верю, верю, что я могу встретить свою любовь. Хотя, опять же, да, чё и этот брак, зачем ей это, замуж выходить? Вон она с Шуриком поваландалась, пошарахалась, как говорится, по углам, по сараям, да, да, по всем этим коровникам, да, по козовникам. Ну и, собственно, что, вон, родили Варю, да, теперь взяли и разбежались. Кто следующий, да, кричит заведующий, друзья мои. Ну и когда она сказала вчера, кстати, о том, что с Шуриком они официально расстались в марте месяце, я думаю, оба-на, а чё за дела-то такие, я чё-то не поняла, если честно. А, Люль, а как это так получается? Меня ночью разбуди, я помимо того, что знаю имена всех твоих детей, как я уже говорила, да, и в какой последовательности они у тебя появились на свет Божий, я помню прекрасно, ты знаешь, меня ночью разбуди, я вспомню и скажу, что 2.02 ты вышла на флэшмоб и рассказала нам буквально душераздирающую историю о том, как Шурик бедный, да, ну, не бедный, Шурик, сволочь и так далее, вы с ним прям вот разжопились, прям вот перед тем, как тебе выходить на флэшмоб, всё, вы с Шуриком расстались и, собственно, всё. Так было это не в марте, это было 2.02. В день флэшмоба, 2.02 февраля. Ну, я-то помню, друзья мои, да, кто-то ещё тоже помнит, а, видите, у Лёльки память девичья, да, она говорит, а мы официально расстались в марте, я что-то вообще не поняла. Что значит, Лёль, официально? Вы официально вообще не находились ни в каких отношениях, да. Он официально женат, как Зина Девачин говорит на девочке Леночке, да. Но в любом случае он женатый мужчина, а с тобой он просто шарахался, как говорится, по углам, да, пересиживал, пережидал и так далее и тому подобное, чтобы никуда не бежать и нигде не работать. Вот как вы расстались официально? 2.02 ты нам заявила, что всё, его ноги здесь больше не будет и так далее и тому подобное. Но, друзья мои, видимо, писались друг другу письма, официально расставались ещё в марте. Шучу, конечно, всё очень просто. Лёлька просто завралась уже конкретно, да, и она-то не помнит, чего она врёт. Я говорю, записывайте, берите себе блокнотики, ручки, записывайте. Нет, трындят, как троцкие, а потом то помню, то не помню, то вообще ничего не помню, то вообще ничего не говорила. Ребята, такой у меня получился обзор. Ну что, я не знаю, я прям жду продолжения. Я ждала, что нам сейчас покажут всю эту скатерть-самобранку, что же там было в этом ресторане. А в ресторане, а в ресторане, да, надеялась, надеялась, чтобы уже начать завидовать, друзья мои. Думала, все вместе начнём завидовать. А нам показали несколько букетов, да, ну, как бы ничего там такого не было, да. Ну, от Лёшки картошки не берусь судить, всё-таки это пацан, да, ему 17 лет, 18 вот будет только в январе месяце, да, подарил самый большой букет хризантем, ну, молодец, как бы ты его мать, да, ничего не скажешь. И, собственно, всё, и вот больше нам ничего показывать не хотят, не хотят. Ну, мы ждём, надеемся и верим. Всех целую, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok